Одной из самых приятных новостей минувшего года стало строительство нового детского сада в микрорайоне Киселевичи. Внутри современного трехэтажного здания с комфортом располагается 12 групп для ребят от 2 до 6. Стены пестрят забавными персонажами. Также на площади более 6000 квадратных метров разместятся гимнастические и актовы залы, комнаты для кружков и психологической разгрузки из-за студии. Проведены общестроительные работы по монтажу дверей, стяжек, полов, паркерное покрытие. Штукатурка стен, шпаклевка, покраска, потолки, светильники, электрика, сантехника. Качественное образование всегда начинается с дошкольного учреждения. Здесь маленькие бобруйчане погружаются в увлекательный мир знаний в самых комфортных условиях. 84-й сад приводит восторг не только современностью, но и эстетическим оформлением, но самое главное – коллективам профессионалов. Подобраны замечательные педагоги, которые имеют высшую первую и вторую категорию коллекционную, которые всю душу отдают своим деткам, вкладывают свои знания для того, чтобы выросли настоящие граждане нашей страны. В каждый день любознательных непосед расписан по минутам. Особое внимание физическому воспитанию. В детском саду есть спортивные и гимнастические залы со всем необходимым инвентарем. Скучать мальчишкам и девчонкам на занятиях некогда. День у нас начинается с зарядки, для того, чтобы детки стали более активными, для того, чтобы развился у них больше аппетит. Занятие физкультурой три раза в неделю. Одно занятие проходит в бассейне, одно на свежем воздухе для развития детей, для закаливания, а второе мы уже занимаемся в зале. За что ты любишь садик? За то, что там есть текушки. А воспитатели у тебя хорошие? Ага, она сегодня нам конфеты будет давать. Чувствовать себя, как рыба в воде с раннего возраста, дорогого стоит. Чтобы научить ребят плавать, есть все необходимое. Индивидуальный подход, комфортная температура, качественное оборудование. О таких условиях многие взрослые в детстве даже не мечтали. За счет того, что большой бассейн, яркий, очень много игрушек и очень много приспособлений. У нас и нудлы есть, и доски для плавания, и круги, и шарики. Очень разнообразных, очень много камней, которые способствуют для ныряния детей. Мы изучаем кроль, брас, в любом случае стрелочки. Они все выполняют, они стараются. Я обожаю купаться в бассейне. Можно нырять, вместе с друзьями веселиться. Мне нравится шариками гулять. В музыкальной комнате занимаются с будущими артистами. Развитие творческих способностей – неотъемлемая часть воспитания. За дуром маленькие звездочки готовятся к самому долгожданному моменту – утреннику. Родители придут твои смотреть? Да. Стараешься на занятиях всегда? Да, всегда. Мне нравится танцевать и танцевать то, что мне говорят. Важные занятия проходят и в комнате безопасности жизнедеятельности. Мальчишки и девчонки в игровой форме узнают самые важные правила. Мы тесно взаимодействуем с нашим ГРОЧС, которые принимают участие в наших таких мероприятиях, как масленица, масленичное гуляние. Это ежегодная наша традиция. Также организовывается бег в ползунках с нашими будущими учащимися в нашем учреждении, с их родителями. Беларуси уделяется особое внимание качеству образования на всех ступенях. По показателю доступ к базовым знаниям в индексе социального прогресса за 2022-й. Наша страна занимает почетное 17-е место среди 169 государств мира.